Всем доброе утро! Я иду на работу. У нас 7.15. Короче, я не пойму, почему я так рано иду, потому что один автобус сняли. Сейчас пойду и буду там стоять. 15 минут. Как у вас дела? У меня нормально. Я, блин, утром просыпаюсь, а Оскара пижама стоит, короче... Ой, стоит. Сразу видно, что с утра голова бум-бум. Короче, Оскара пижама новая. На полу. Думаю, ну все, хана пижаме. Я говорю, Микки! Он уже хвост. Под задницу ушел. Думаю, ну все, понятно. Поднимаю пижаму. Вся мать дня. Сожрал кобель. Ну, два кобеля друг друга поймут. Я так думаю. Ну, я ему больше не куплю пижаму. Раз он, я не знаю. Я думаю, если бы он встал, свою пижаму кинул бы на кровать или под подбушкой, собака никак бы не мог достать. Поэтому... Просто мне интересно. Два кобеля. Сожрал мят, не умолкнул. Ладно, мои хорошие, что я хотела сказать. Ура, наконец-то сегодня четверг. У нас погода такая обманчивая. А, вчера жарко было. С утра может быть такая погода. А в обед как жарко быть, что... Фу! Короче, обещают воскресенье 30 градусов. Так что пошли на море, будут купаться. Загорать. Короче, что я вам хотела сказать. Фу! Насчет прививки. Вот, девочки, моим знакомым всем сделали прививки. Тех, которых я знаю. С теми, с которыми я общаюсь. Ага. Например, Маргарита. Вторую должны уже сделать. Вики. Вторую должны сделать. Пеппи. Тоже, вторую должны сделать. Ага. Это то, что вторую делают, это Файзер. Да. Да. Они первую делают, и через 20 дней делают же вторую. Но самое главное, моя свекруха, так как она модная у меня. И прививка, конечно же, модная. Да, ей попалась... Ну, конечно же, прививка модная, что всего лишь делается раз. Так, что моя свекруха после прививки чувствует себя очень хорошо. Я думала, ну, 74 года сделают прививку, так как пугают там, еще что-то. Нет, она очень себя хорошо почувствовала. Ничего не почувствовала, имея в виду, что там тошноты, рвоты или головной боли. Ничего, на следующий день пошла на работу. И все, довольная, что ей кололи хорошую прививку. Все. Она свободна. А вот Маргарита, она себя плохо чувствовала. Я помню этот день, я ее видела. Она что-то колотилась, что-то ей спать хотелось, ну, а потом легче стало. Так само ее сестре. А Пеппи говорит, что ничего. Она перед тем, как идти делать прививку, она выпила пара цитам. В общем, мои хорошие... Ну, все. Короче... Я не знаю, почему я так сделала. Блин. Один автобус сняли, да? Вот скажи, дома сиди. Нет. Я вышла. Короче, тот автобус, что 15... Не успеваешь, все. 15 минут будешь стоять, как дура. Вот и все. Так что потихоньку начали делать прививки, мои хорошие. Так что, если меня завтра позовут, конечно, я пойду. Да, потому что... Не знаю. Эх, рука устала. Лень достать этот штатив. Короче, пока потриндю, пока автобус придет. Сегодня я хочу вечером прийти домой и, конечно, сегодня сделать сепиюсь, пожарить. И, конечно, чуть кусочек рыбы. Я в основном стараюсь рыбу вот к лету и к жаре не покупать. И за... Как они называются, эти белые штучки, что внутри. В основном летом очень много. В общем, сейчас пойду возьму кофе. Итак. Ну, самое хорошее, что ограничения снимают 9 числа, мои хорошие. Так что, бары будут открыты до 10 до 11 ночи. Так что, торговый центр уже не 30%, а уже нормально будет, чтобы могу заходить, что столько очереди не будет. Но я те выходные поехала в торговый центр и те бутики, что я хотела. Очень была большая очередь, и я развернулась и пошла домой. Хотя, Алика, Алика, я для тебя сняла чуть-чуть, но еще, может, в эту субботу поеду, еще часть сниму, и чтобы было. Потому что из-за музыки я не хочу снимать, понимаете? Из-за музыки. О, уже солнышко выходит, видите? Вот так. О, не, мои хорошие, слава богу, я успеваю на автобус. Ладно. Я сейчас пойду кофе возьму. И-и-и. Так что в этом... На этой неделе, короче, я должна поехать сюда снимать и должна купить крест и еще хочу еще кое-что. Потом я покажу. Сейчас я беру автобус, еду, кофе возьму еще, почокаемся с вами и скажу, что я вчера купила. Мои хорошие, у меня пять минут еще есть с вами поболтать. Конечно же, берем кофе, пьем. У нас 7.52. У меня еще есть. Для открытия я 8 часов открываю. Так, сейчас подождите. Ну, я вам сейчас покажу одну вещь. Смотрите, что я вчера купила. Абрикосы. Смотрите. Где я работаю, чуть побольше. Вот так, вот так. Стоит 8,99 килограмм. Где я живу, стоит евро 99. Значит, мы сейчас берем эту абрикосу. Вот так делаем. Кислое. Для того, чтобы кислое. Я же люблю кислое. Я знаю, что вы сейчас за экраном говорите. Ну, как ты можешь есть это кислое. Ну, я абрикосы, сливы, яблоки. Все люблю кислое. Как вкусно. Кто любит вот так? Солю. Это очень вкусно. Даже черешня, где я работаю, стоит 15,99 килограмм. А где я живу, стоит 5 евро. Во. А на вкус они одинаковые. Обожаю все кислое. Абрикосы. Я знаю. Вы за экраном сейчас говорите. Ай, Алина, у меня это. А у меня мне тоже. Это такое наслаждение. Еще купила мектарину. Но это потом. После обеда. Съем. Тоже кислое. С солью. Ммм, обалдеть. Допиваем кофе. Не знаю, что будет абрикоса после молока. Потому что это кофе с молоком. Ну, Алина, держись. В общем, вот такие дела. Мужа буду наказывать. За то, что он за пижамой не следит. Это не первая пижама. Это уже, наверное, пятая. Но жалко. Эта пижама новая. Еще и суперман. Так что он будет сидеть без мотни. Да. Пускай сам уже смотрит за своими вещами. Потому что он уходит пять утра. Я же не буду вставать и смотреть, куда он пижаму кидает. В общем, вот такие дела мои хорошие. Так что допиваем кофе. Берегите себя. Улюбите себя. Так что он вот так. Как вкусно было. Ну, вот так. Так что пишите в комментариях, как вы себя чувствуете. Как вы любите абрикосы кушать. Ну, конечно, армянские абрикосы это другое. Но я не люблю сладкий абрикос. Не люблю спелый. Спелый. Не люблю. Вот не могу есть. Персик спелый. Не могу есть. Нектарину спелую. Не люблю. И не люблю. Персик. Вообще не могу трогать. Персик. Персик у меня начинается... Не знаю почему. Поэтому я люблю голый персик. А если я хочу есть нормальный персик, мне надо, чтобы кто-то почистил. Я даже не могу трогать их. В общем, вот такие дела. Так что сегодня я должна много дел делать. Работа. Потом скупляться. Потом готовить. Потом пойду посмотрю, привезли мне крестик или не привезли. Потом, если суббота получится, поехать в центр Веладиканс, где шмотки, смарки, но только олит. И если получится доснять что-то и, конечно же, кинуть шоппинг. Я вас всех люблю. И всех чумокаю. И всем пока-пока. Спасибо за лайки, за дизлайки. И кто меня любит, кто остается со мной, и кто уходит, тоже спасибо за все. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok